Цифровой мир Это бытовые вопросы. Трудно себе представить, что раньше без всяких этих программ ты приходишь на почту, тебе говорят, что мы отправить ваши посылки не можем. Приходите завтра или послезавтра. А цифровой мир предполагает вот такие локальные, а возможно изредка и глобальные катастрофы, связанные с тем, что занимаются этим не профессионалы. Для того, чтобы какая-то система глобального обслуживания работала бесперебойно, нужны годы отработки универсальной программы, единый центр, который всем этим делом управляет. А у нас то, чем занимается Путин и его компания с искусственным интеллектом в голове, кроме как глобальных катастроф, в общем, нечего от них ждать. И их цифровой мир – это только борьба за власть, все остальное. Очень сомнительно, очень сомнительно. Каждая администрация своих программистов нанимает. И недавно было, например, что отключилось, на много дней отключилось программное обеспечение у гаишников московских. Это происходило долго, много дней. Но если бы действительно такие задачи ставились перед профессионалами, там ведь откаты до 90%. Это известная вещь, что программистов вроде бы как дефицит, но чиновник определяет, какой из программистов будет работать над этой программой. То есть есть вот эта сторона – отладка социальных систем. Но коль скоро они сами сыплются, коль скоро коррупция среди тех, кто определяет, какая фирма будет готовить программу, то ничего хорошего нам ждать от цифрового мира в бытовой сфере не стоит. А вот дурное придется переживать. Сейчас Сбербанк в союзе с мошенниками, которые явно интегрированы в эту систему, осуществляет тотальный обзвон всех без исключения клиентов Сбербанка. Всех без исключения. Ни один из тех, кто в Сбербанке зарегистрирован, не будет пропущен, потому что вся база данных слетает этим мошенникам. Самая популярная уловка мошенников сегодня состоит в том, чтобы запугать клиента, что мошенники его грабят, что с его счетом там что-то происходит, нужно предпринять срочные меры, система тут не вполне работает. А что рекомендуют сотрудники Сбербанка? Никогда не отвечайте на эти звонки, звоните сами Сбербанк. Ну, я пробовал. Но это бесполезно абсолютно. Там четко совершенно переплетение банка с мошенниками. Я просто думаю, что даже специальный отдел какой-то создан по тому, чтобы окучивать клиентов и отнимать у них деньги. Всем этим занимается неподвластный закону господин Греф, любимец Путина. Они друг друга нашли. Два искусственных интеллекта, два невежества. Вот так в обнимку живут и считают, что они что-то могут в этом мире. Ничего они не могут. Ничего они не могут, потому что самое главное, то, чем они занимаются, это политическими информационными войнами. Они проигрывают начисто. Ну, вот телевидение люди просто перестают смотреть, а кто смотрит, никогда не делает политический выбор на основе того, что там они показывают, рассказывают. Ну, новость сплошное вранье. Вот неважно, факты излагаются, действительно существовавшие или нет. Главное, что пытаются положить в голову. Сплошное вранье. Вот электронные средства массовой информации. Сплошное вранье. Теперь обнаружилось, что путиноиды отстали от Запада, который атакует их, ну, лет на 10 минимум, а может быть и навсегда. И вот они изумляются тому, что там их где-то там блокируют. Позвольте, а вы здесь на своей территории не блокируете? Эти ребята заокеанские создали вроде бы как открытую, свободную для всех территорию, втянули туда все человечество, а потом начали это человечество ранжировать так, как им интересно. Ну, как говорится, хозяин-барин, тут ничего не сделаешь и не поспоришь. А путиноиды и не спорят, потому что Роскомнадзор отправляет всякие представления, его посылают куда подальше, и он продолжает. С 2017 года почти 3000 представлений, ноль эмоций. Детская порнография, изготовление наркотиков, рецепты все эти выкладываются открыто. Роскомнадзор требует, а его посылают. И теперь что делать? Оказывается, столько лет уже прошло, а ничего не делают. Роскомнадзор блокирует только то, что происходит на территории России. Блокирует абсолютно произвольно. Вот не нравится и все. Никакого суда, никакой аргументации, ничего нет вообще. Точно так же действуют и те, кто по отношению к путиноидам блокирует их ресурсы, не выставляет публикации государственных СМИ где-то там в топах, в теме дня и так далее. И вот обижаются, реально обижаются и грозят, что-то сейчас прям сделают, прям каких-то законов напринимают. Но все, что делают кремляне, все абсолютно против человека, против каждого из нас. Они не могут защитить и не собираются защищать суверенитет Российской Федерации, потому что это не государство. Здесь открытые границы, информационные границы тоже открыты. Какие программы, какие собственные платформы, да что вы говорите, никогда этого не будет. Да, может быть, предположительно, какая-то группа энтузиастов вмешалась в выборы и там Трампу чего-то добавили, когда его выбирали. Но сейчас мощность тех информационных ресурсов, которыми обладает вот это, то что называют глубинное государство, ну на самом деле такие мафиози, для которых тоже закон не писан, это всемирная мафия, нельзя сказать, что она локализована в США. Там в США лучшее прикрытие границами, там суверенитет все-таки сохраняется в какой-то мере. Поэтому там сидят и атаковать могут любую точку планеты. Праймерис собирается проводить Единая Россия. То есть голосование среди своих только кандидатов. Это незаконное деяние, оно не предусмотрено никем и ничем. А это связано с избирательной системой, то есть заранее предполагается обман избирателей. Заранее, еще задолго до избирательной кампании, она начинается только у этой партии. И голосование для граждан ведется на государственных ресурсах. Вот какая любопытная штука. То есть вроде бы партия-то не государственная, а государственные ресурсы и бюджетные средства используются для того, чтобы эта партия заранее начала избирательную кампанию. Задолго до того, как она официально объявлена. Другими, естественно, это не положено. А кто же вам позволит на государственных ресурсах проводить праймерис? А этим позволено. Но при всей своей подлости они проигрывают все. Они проигрывают все, они проигрывают либералам, потому что либералы строят классическую модель. У них есть стандартный набор того, что создает политический миф. У них есть немцов, такой святой божество, основоположник. Какие-то брошюрки он в свое время выпускал, антипутинские. Все это есть. И как раз они подбирают именно такой набор инструментов, который только разрушает. Ничего строить не будет. Это принцип либералов и вообще всех левых сил. Либералов надо правильно называть левые, они правыми быть в принципе не могут. Правые это консерваторы, традиционалисты, националисты. Но либералы это левые. И вот у них есть святой немцов. У них есть великий вождь и страдалец Навальный. И у них есть мифологемы. Мифологема свободы. Мы все за свободу, остальные нет. Поэтому мы правы, они нет. Ну, свобода что-то абстрактное. А вот за честные выборы это конкретно. Честные выборы, умное голосование, в результате которого такие же левые отморозки только из КПРФ получают должности. И, кстати, либералы в Москве там якобы по умному голосованию что-то там выиграли где-то в муниципалитетах, обосновались. Что-нибудь изменилось? Ни в малейшей степени. Ни в малейшей степени. Так поначалу казалось, что эти люди что-нибудь значат. На самом деле они вписались в систему. Но либералы проникают, проникают в эту систему. И система будет разрушена. Несомненно, путинщина будет разрушена. И слава богу, говорим мы, русские люди, националисты, пусть они грызут насмерть. Эту систему. И пусть эта система их грызет насмерть. Чем отчаяннее они друг другу будут грызть глотки, тем легче будет нам. Но в плане цифрового мира мы, конечно, проигрываем и погружаемся в пропасть. Поэтому от цифрового мира нам придется отказываться. На ютубе блокируют, скажем, не дают развиваться моему каналу. Это я совершенно четко вижу. Фальсификация, посещаемость, блокирование, роста аудитории и так далее. Меня тоже рассматривают как врага. Слово русский, русские новости я пишу. Туда нельзя, например, подгрузить еще какое-нибудь видео из другого канала, где я бы выступил и хотел бы сюда поставить. Слово русский дискриминируется. Поэтому я буду впредь публиковать свои видеоролики в плейлисте «Насущное». Потому что туда можно подгружать ролики из других каналов. А сюда вот нельзя. Сюда нельзя. Слово русский заблокировано. Заблокировано. Чтоб вы знали. Владельцы Ютуба, Фейсбука. В Фейсбуке заблокировали окончательно нашу группу только русские. Ну там десяток страйков и заблокировали. Все, я там послал возражения. Знаю, что на него никто даже отвечать не станет. То есть это абсолютные враги. Они враги путинские, но они и наши враги. Они больше им навредят, чем нам. Потому что нам просто не дают вырасти. Даже здесь, путинщина, нам тоже такой же враг, как и вот эти Фейсбуки с Ютубами. И наше дело, конечно, создавать какие-то свои инструменты. Мы пытаемся это сделать и приглашаем программистов к тому, чтобы совместно создать эти инструменты. Кто действительно считает, что способен этим заниматься, кто профессионально подготовлен именно как программист, того я приглашаю к сотрудничеству. Мы такую группу создаем сейчас. И планируем, чтобы она до конца года уже какой-то продукт выдала. Не буду говорить конкретно. И вообще ничего конкретного об этом говорить публично не стоит и не надо. Поэтому те, кто будет обращаться, мы еще сто раз проверим, насколько они с нами, насколько они наши. И степень погружения в проект будет контролироваться и не будет для всех одинакова. Если человек готов работать в таком режиме, то есть в режиме ограниченного доверия поначалу, пока нет каких-то отношений или нет оснований для того, чтобы доверять безраздельной полностью, то мы тогда в одной команде сможем работать. Если человеку нужно, чтобы он все знал досконально и все детали были сразу у него перед глазами, ну тогда, извините, до лучших времен. До лучших времен или до того момента, когда мы увидим, что этот человек действительно достоин такого безграничного доверия. Иначе все разломают, потому что привычка ФСБшников внедрять всюду своих негодяев. Они отравители, убийцы и разрушители всех социальных систем. И на программном уровне они тем же самым занимаются. И слежкой тотальной, которая сейчас вот с 1 марта по всем средствам связи теперь сохранение всего контента. Преступников там одна десятая процента, да, а проверять будут под контролем находятся все. Это любимое дело спецслужб. И сейчас цифровой мир вот такой. Следить за всем. Они, конечно, не могут следить за всем, но они будут выбирать. И любого человека, на которого взгляд упадет, они смогут раздеть до нитки и компромат сфабриковать какой угодно на любого человека. Поэтому сейчас будьте любезны по телефону, старайтесь не говорить. Не важно, это через интернет у вас телефония или городской телефон, не важно. Все теперь под контролем, все теперь может быть записано. Конечно, им нет дела до каких-нибудь там старушек и так далее. Им есть дело до личных, во-первых, врагов. Они, конечно, в личном плане будут использовать все это дело, чтобы собирать досье на людей, которые лично им чем-то не угодили. Ну и будут следить, конечно, за всеми русскими националистами, потому что это их самые отчаянные враги. С либералами они, в принципе, одной крови, такие же негодяи. И с коммунистами они всегда заодно, потому что никогда не прекращали быть коммунистами. И свои портбилеты, кто был в КПСС, все сохранили. И Путин об этом тоже сказал достаточно открыто. А вот для националистов у них отношения особенные. Поэтому националистам надо вести себя более аккуратно в этом цифровом мире. Глупые разговоры не вести там, где вас могут прослушивать не торопиться объявлять о своих политических взглядах во всеуслышании. Нам надо сбиваться в стаи, но таким образом, чтобы вся наша стайная внутренняя работа, внутренняя этика, все это было тайной за семью печатями для этих людей. А это значит, не в цифровом мире все это происходит. Не в цифровом мире. А подальше от него. Там на природе, где птички поют, вдали от всяких вышек и вдали от собственных мобильных телефонов. Вот таков цифровой мир. Мы должны его уничтожить полностью. Все институты этого цифрового мира, который создан сегодня, должны быть ликвидированы. И построены заново подчиненные русским национальным интересам. В таком случае суверенитет России будет восстановлен. Сейчас его нет вообще. Но нам придется рано или поздно его восстанавливать. Поэтому от этого цифрового мира нам надо держаться подальше и потихонечку выстраивать свой цифровой мир, параллельный этому и с ним не пересекающийся. Слава Руси! Господи, спаси! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok